Добрый день, дорогие друзья! С нами на связи Наталья Вячеславовна Шовшукова. Добрый день, Наталья Вячеславовна. Добрый день. Наталья Вячеславовна, Путин на встрече с главой Росфинмониторинга заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отрасли. На ваш взгляд, неужели началась борьба с коррупцией в России? Ну, конечно, началась она. Он бы еще сказал выдавить жуликов и воров из власти, вообще было бы хорошо. Как мы понимаем, у нас борьба с коррупцией подменяется такими показательными разовыми мероприятиями, когда ловят какого-нибудь чиновника, обнаруживают, что у него там лежат несколько тонн купюры иностранного происхождения, показывают все эти золотые унитазы и все, дело всем заканчивается. Но сейчас, судя по всему, пошли очень сильные раздражители в этих двух отраслях, поэтому решили устроить показательное выступление с лентой и обручем в этой отрасли. В связи с тем, что кормовая база, как многие говорят, сокращается, и некий передел, может быть, не является ли это признаком именно этого? Ну, вполне возможно, что это является признаком передела, потому что действительно есть некоторые тревожные сигналы. И дело в том, что наша, так сказать, правоохранительная система, заточенная под ловлю иностранных агентов и прочих несогласных, она так или иначе должна оправдывать собственное существование. Именно поэтому она уже берется за другие объекты, не политические, и, соответственно, занимается такими вещами. В частности, не блогеров сейчас начали ловить в непотребном виде, якобы снявшиеся на фоне каких-то исторических объектов. Ну, собственно говоря, то же самое борьба с коррупцией. Нужно кого-то прихлопнуть, нужно кого-то изобразить какую-то сакральную жертву внутри системы. Ну, собственно, чем они и занимаются. Система так устроена, что она без коррупции не работает. Если они ликвидируют коррупцию, то легче, ну, ликвидировать целиком российское государство. Но она не держится. Она держится на неформальных связях, она держится на неформальных правилах, которые и есть коррупция. Если вдруг система начнет работать по закону, ну, тогда все, это уже не нынешняя система, это что-то другое. Поэтому система сама по себе не может бороться с коррупцией, она может только изображать. Собственно говоря, у нас самая опасная должность в стране – это мэр или губернатор. У мэра вероятность сесть в тюрьму там порядка 10%, у губернатора чуть поменьше. Но, тем не менее, тенденция очень тревожная. Сажают и сажают, естественно. Естественно, показательные выступления нужны для того, чтобы скормить это региональным и федеральным элитам. Бей своих, чтобы чужие боялись. Но, опять же, это внутренние репрессии и коррупция – это разные вещи. Это внутренние избирательные репрессии по принципу вышел из-под контроля, либо припугнуть всю систему, либо, соответственно, бросить кость одной группировки против другой группировки. Борьба с коррупцией системная – это другое. Это изменение правил, это требования соблюдения четкого закона. Мы не видим. Мы видим вытаскивание за шкирку бояра и кидание их на копья толпе. Комиссия «Единая Россия по этике» рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии из-за того, что, несмотря на единогласное решение фракции, он проголосовал против принятия бюджета в первом чтении. «Единая Россия» больше не едина. Что у них там происходит? Это не первый случай единичного Димарша. Вспомним ту же самую Поклонскую. Там были и другие случаи, когда депутаты из «Единой России» как-то выступали против партии, даже выходили из нее. Никаким это признаком раскола «Единой России» не является никаким началом. Там просто личный конфликт. Человек, депутат в определенном месте, он обещал поднять какой-то вопрос. На заседании Госдумы, где был министр финансов. Ему не дали поднять этот вопрос. Он, соответственно, выбирает между своей партией и своими избирателями. Он выбрал своих избирателей и правильно сделал. Поступил в кои-то веки как порядочный человек. Но это еще не значит, что он выбирает свободу, независимость. Говорит, что я перехожу в оппозицию. Нет, ни разу. Он лоббист своего округа. Он правильно делает, что лоббирует его интересы. Он пытается привлечь внимание. Теперь вся страна знает, что там что-то должны были дать денег и не дали. Может быть, он таким способом выбьет этих денег. А что касается остальных единороссов, все же понимают, что если вот так можно, все же начнут сейчас лоббировать свои округа. Все же хотят остаться на месте. Все же хотят... Ну, так или иначе, да, вот сидит Госдума, да, они там упыри, негодяи и так далее. Но так или иначе, они должны... Ну, к ним обращаются люди, к ним обращаются руководители предприятий, да, там, бюджетных учреждений. Так или иначе, они должны защищать свою территорию. И они понимают, что партия это не вечно, да, а выбираться хочется. Поэтому, соответственно, они собираются закрепляться на своих округах и дальше там работать, может быть, даже вне этой партии. Вот. Ну, собственно, показали, что так делать нельзя сейчас им. Не надо так делать, пожалуйста. Сохраняйте партийную верность. Либо вы сохраняете партийную верность и портите себе репутацию, либо никак. Но это такая мафия, да, повязанная. Примерно как нужно там в каких-то сообществах убить младенца, у них так нужно насолить своему избирателю демонстративно и показать, что, значит, ты не со своим избирателем, а ты с этой партией. Да, Ля Вячеславовна, а зачем вообще Единой России было менять на 40% состав своих фракций в Госдуме? Они могли бы без этого же обойтись? В принципе, им бы никто ничего не сказал. Слушайте, ну у них внутри есть некая установка на обновление. Им говорят, партия должна обновляться. Вот они обновили, как смогли. На скребли там людей более-менее лояльных. Ну и кроме того, понимаете, опять же, есть тенденция депутат прирастать к своему округу. Он становится там сильной, влиятельной фигурой. Он становится уже более-менее независимым. Даже если Единая Россия его исключит, вдруг, да, он там наработав определенный политический капитал, вдруг изберется сам. А вдруг он еще проявит собственную политическую позицию, не дай бог. Ну, соответственно, надо их периодически менять, но руководство-то не особо меняется. И методы-то не особо меняются. То же самое и сталинская система. Тоже же она, там внутри люди менялись, да. Там одних сажали, расстреливали, другие на место приходили, потом их расстреливали. Но это не значит, что система поменялась. Система такая же. Следует ли ожидать от новой партии, новой люди каких-то интересных действий? Если мы вдруг дождемся от партии «Новые люди» какого-то отставления прав, то партия «Новые люди» перестанет существовать. Мы уже видели печальные примеры прокремлевских либеральных партий, которые убивали в зародыши. Этой дали даже дойти, ну, в силу ее совершенной искусственности, дали дойти до думы. Если вдруг она будет голосовать не так, если вдруг она проявит самостоятельность, я думаю, что тут же выкопают компромат, достанут офшорные счета, значит, достанут какую-нибудь любовницу там из чулана, да, и покажут всему честному народу, что на самом деле там происходит. А может, и любовники достанут. Кто их знает, они все-таки люди прогрессивные, да. Но мы все это видели на примерах, так сказать, лояльных политиков, которые пошли в какой-то момент против системы. Некоторые из них вообще сидят в тюрьме, и их физически убивают, как Александра Шестуна. Я думаю, что никому из партии «Новые люди» не хочется повторить этот героический путь. Поэтому они будут, с одной стороны, немножко подыгрывать и поддерживать интерес политологов и нешироких слоев населения в Фейсбуке, а с другой стороны, сохранять абсолютную полную лояльность своим хозяевам. Просто из чувства самосохранения. Виталия Вячеславовна, в следующем году будут муниципальные выборы в Москве. Насколько велики шансы оппозиции, какой бы она ни была, пройти в муниципальные депутаты? Оппозиция пройдет в муниципальные депутаты и сможет либо сохранить свою позицию, либо укрепить в одном случае. Если оппозиция сможет преодолеть решение о электронном голосовании. Потому что электронное голосование убивает всю оппозицию. Просто накидают любые цифры. Мы же понимаем реальность. Мы же понимаем, что реально у нас случилось в Госдуме в этом году. Поэтому мы сначала должны выиграть битву против электронного голосования, а потом уже ввязываться в битву за Москву. Вот только так, в два этапа. У нас все сейчас будет решать электронное голосование, а именно два специалиста. Абсолютно, естественно. И если пока до широких слоев населения дойдет, что теперь вообще нет выборов. Ну, то есть вообще нет выборов. Я думаю, что пока это не дойдет до людей, мы будем показывать какие-то ничтожные результаты. Потом, когда это уже вскроется и все поймут, уже будет поздно. Но сейчас, может быть, здравый смысл возобладает, и люди поймут, что вот так не надо делать. Но нам электронное голосование же еще грозит на президентских выборах, так на минуточку. Вот сейчас у нас очередной такой, ну, скажем так, очередная войнушка, такая мелкая за выборы. Ну, отстоим, получится, может быть. Но здесь еще вопрос в позиции Сергея Семеновича Собянина. Сергей Семенович все-таки проявит себя как самостоятельный политик, или он проявит себя полностью как человек, который подконтролен уже и такой силовой ветви. Потому что, очевидно, она переигрывает. Очевидно, она переигрывает. И если Сергей Семенович по-прежнему хочет сохранить репутацию западника, либерала, просветителя и такого, значит, прогрессивного урбаниста, то пусть он, соответственно, ввязывается в эту борьбу на стороне, так сказать, муниципальных депутатов. Ему же один раз удалось отстоять, даже два раза удалось отстоять, да, свою позицию. Первый раз, когда он повелел зарегистрировать Навального, а второй раз, когда он не дал подделать результаты выборов в семнадцатом году. Ну, потому что мы не ожидали, что будут такие результаты. Хотя бы, ну, всегда же подделывали, а там как-то нормально пропустили. И при всех недостатках Собянина, при том, что его ругают, да, это было политическое решение мэрии сыграть в демократию. Мэрия себя чувствует достаточно уверенно сама по себе, чтобы в это сыграть, на самом деле. Мэрия сильно не потеряет. Собянин очень популярный политик. Несмотря на все там бордюры, несмотря на все вот эти ужасные фестивали варенья, несмотря на локдаун. Кстати, может быть, и благодаря локдауну, потому что это, в общем, я считаю, это разумное решение с QR-кодом. Вот абсолютно. Вот тотальный локдаун нет, а QR-коды – да. Ну вот, к сожалению, он не удержал такую европейскость Москвы в этом плане. Вот, тем не менее, да, если Сергей Семенович хочет самосохраниться для 24-го и 30-го года, он мог бы вот сыграть на стороне здравого смысла и сказать, ну, смотрите, это не такие значимые выборы, все-таки не президентские, давайте уступим этой публике, а вдруг они на улицу пойдут. Вот если он сыграет в эту игру, то тогда он сильный политик федерального уровня. Если не сыграет, все, ну, сиди тявкой там на своем месте. А кто основной соперник Собянина? Ну, абстрактные силовики, такие, сказать, коллективные, даже не абстрактные, а конкретные. Да, коллективные силовики, которые боятся всего, у которых ощущение вот этого, вот этой осажденной крепости, которые не воспринимают этих муниципальных депутатов в качестве нормальных людей, которые действительно занимаются реальной помощью людям, да, там, реальной помощью населению, они воспринимают их как врагов каких-то и так далее. Ну, то, что происходит, допустим, сейчас вот с тем самым депутатом Марченко, да, кто не с нами, тот против нас. Вот либо ты подписываешься целиком под Единую Россию, либо ты враг, негодяй и заслание с Госдепа. Вот третьего не дано. У них не укладывается, что могут быть разные партии, что могут быть разные политические силы. Они могут быть одинаково любить Россию, просто видеть по-разному ее там политическое будущее. Что не все должны быть одинаково ходить в строй. У них не укладывается это мысль. У Сергея Семеновича пока укладывается. Ну, посмотрим, какой у него политический вес. А силовики монолитные, Наталья Вячеславовна, на ваш взгляд? Вот это сложный вопрос. Я не специалист по силовикам. Очень сложно сейчас сказать. Ну, на самом деле, то, что мы наблюдаем, такие всполохи, да, на солнце, что там внутри происходит, никто не знает. Вот, но мы наблюдаем борьбу Следственного комитета с прокуратурой, да, мы наблюдаем борьбу там ФСБ с полицией и так далее. То есть, ну, очевидно, что между ними, между ведомствами существует борьба. Но она такая, мы ее видим только, когда очередного боярина выносят в толпе. Только так. Что там внутри происходит, кто его знает. Скорее всего, много глупости. Ну, смотрите, такой вот интересный момент. Путин же у нас силовиков, да. А как Собянин с Путиным? Насколько у них добрые, так скажем, взаимоотношения? Ну, смотрите, Путин, он же позиционируется не как чистый силовик. Он позиционируется, с одной стороны, как силовик, как выходец из спецслужб, а с другой стороны, он позиционируется как, опять же, либерал, просветитель, такой просвещенный диктатор. Такая Екатерина II, да. То есть, он играется с нами в XVIII век. Кругом сидят крестьяне, и вот сидит, значит, европейское правительство в париках, там, и нами управляет. Он вот в это играет. Соответственно, Собянин, Греф, Чубайс, Кудрин, это вот крыло, такое либеральное крыло Путина, это тоже его, да, он тоже оттуда. Вот это не надо забывать, что вот эти либеральные реформы, которые были в начале нулевых, это тоже Путин, так или иначе, да, то есть мы должны это признать. Но у него все, на старости лет, у него все больше проявляется вот этого силового элемента, он и так от него не может никак избавиться. И, собственно говоря, это его первая кожа, да, вот это либеральное, это уже вторая, такие наросты. Вот, но так или иначе, ну как у него могут быть отношения, какие у вас отношения с вашей левой ногой? Вы, может быть, любите больше правую, но левая-то, но все равно у вас есть, да, как-то там что-то, что-то как-то, она вам нужна для того, чтобы стоять. Вот они уже нужны ему для того, чтобы стоять на второй ноге. Может быть, она уже там костыль остался от нее, от этой либеральной ноги, но тем не менее. Вот интересно, да, на самом деле, по поводу Собянина и Путина, бытует мнение, что он взаимодействует с Путиным только через Кириенко, либо у него есть прямой выход на президента, у Собянина. Слушайте, ну мэр крупнейшего города, я предполагаю, что все-таки так или иначе, хотя бы раз в месяц у него есть прямой выход. Все-таки мэр столицы, собственными политическими амбициями, как-то надо его еще, чтобы он там амбиции особо не проявлял, надо его как-то любить. Поэтому я думаю, я надеюсь, что у них сохранился какой-то контакт. Наталья Вячеславовна, а насколько дальновидно было решение о том, чтобы по Москве вообще никого не пропустить в ходе вот этих так называемых выборов? Ну, стратегические решения, конечно, очень странные. С другой стороны, тактически их можно понять. Ну, представьте, что сейчас была бы, какая сейчас была бы Дума, и как мы радостно прыгали в преддверии выборов в местные органы власти. Естественно, никто никого бы не пропустил. Естественно, ну, логика системы, она такая. Если мы говорим логично-нелогично, да, там, стратегически правильно-неправильно, стратегически вообще все неправильно, то, что происходит, в том числе это решение. Но оно укладывается в логику системы. Система закатывает все живое в асфальт, она ничего не пропустит. Собственно говоря, чем она сейчас и занималась. Ну, кто вообще ожидал, что на кого-то пропустит? Мы не ожидали, что наберем такой процент, реально. Ожидать, что кого-то пропустят, ну, вряд ли. Мы ожидали, что пропустят хотя бы на региональном уровне, или что хотя бы там пару коммунистов лояльных там пропустят. Ну, нет. Мы понимаем, что сейчас будут закатывать, в том числе, тех, кого поддержало электронное умное голосование. И мы видим на примере Рашкина, да, что происходит. Ну, как раз плавно переходим к этому вопросу. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зуганов заявил, что в отношении депутатов фракции Валерия Рашкина идет проверка им внутри партии. В частности, на уровне контрольной комиссии до окончания исследования делают любые выводы преждевременно. Как можно оценить ситуацию с Валерием Рашкиным? Это внутрипартийная борьба или это спланированная акция извне? Ну, смотрите, первое, давайте. То, что происходило с Рашкиным, у меня, например, нет сомнений в том, что была вот эта история с Лосем. Что он как последователь, так сказать, и выходец из такой советской все-таки номенклатуры, он следует брежневским принципам. Помните, такие вот у нас там были фото, даже ходят по интернету, там Брежнев на охоте. Царская охота. Ну, царская охота, да. Вот эта традиция, несколько такая устаревшая сначала, перешедшая вот еще от царских времен, до советской элити. Вот, собственно говоря, Валерий Федорович ее продолжает. И, ну, собственно, мы понимаем, что, ну, скорее всего, эта ситуация была. То есть Лосем там сам не запрыгнул в багажник, не застрелился, да, но он там, наверное, уже был. Вот. И это, конечно, печально, потому что, собственно, Рашкин пытался в том числе подыгрывать либеральному крылу, и он мог бы стать такой объединяющей фигурой, но, к сожалению, вот перетянула его вот эта вот эта вся такая брежневская эстетика. Все-таки он не может... Но это ловушка была, Наталья Вячеславовна? То есть спланированная? Сыграли на слабости в человек? Ну, сыграли на слабости в человека, да. Я думаю, что все знали о том, что он ездит-охотится, да. Я думаю, что все знали и все закрывали глаза. Это первое. Второе. Я думаю, что мы все под наблюдением. На всех смотрят в лупу. Смотрят, как бы что там ни случилось, где бы там, куда бы не туда пошел человек, да. И я думаю, что, ну, в этой ситуации довольно странно было потакать своим привычкам. И как-то это было очень неосторожно с его стороны. Я уже не говорю об этической точке зрения, да, о том, что, ну, нехорошо убивать животных. Ну, в общем, можно было как-то из чувства самосохранения все-таки удержаться. Естественно, за ним следили. У него есть недоброжелатели внутри партии. У него есть недоброжелатели, понятные и вне партии. Особенно с его репутацией такого, такой объединительной фигуры, которая может одновременно взаимодействовать и с либералами, и с радикальным крылом, и с такими коммунистами достаточно лояльными. Конечно, он опасен. И, конечно, его ликвидировали, в общем, понятным способом. Через... Ну, ну, к сожалению или к счастью, наша политика становится более европейской в этом плане, да. Давайте искать положительные моменты, что теперь люди понимают, что... И, кстати, нынешние депутаты от «Единой России» тоже понимают, что за ними будут следить. Да, поэтому, ну, как и этика, и новые, так сказать, правила поведения не вырабатываются сами по себе. Они вырабатываются вот в результате такого рода конфликтов. Да, сейчас, скорее всего, появится внутри КПРФ новое неформальное правило. Так, ребята, не ездим на охоту. Все, отложили. Либо берем честный охотничий билет, там везде регистрируемся, все как положено, там и... Или, там, вылавливаем... Закончим мы тем, что будем вылавливать рыбу, ее, значит, хлопать дружески, обратно выпускать, да, как в некоторых старых... С фоторужьем на охоту ездить. Ну, или с фоторужьем ездить, да. Ну, вот с горя возникла такая новая этика. Ну, вот, может быть, оно и куче. Ну, конечно, жалко, что такого крупного и влиятельного независимого политика выбили таким глупым образом. Конечно, очень жалко. Уберут его из Госдумы? Я боюсь, что да. Я боюсь, что это начало конца. Я боюсь, что больше ему не дадут никуда избраться. Это, к сожалению, закат карьеры. Черная метка. И сигнал для остальных. Россияне жалуются в профсоюзы на принуждение к работе в нерабочие дни. Цитату приведу. У нас есть уже десятки жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни, попытках ввести сотрудников в неоплачиваемые отпуска и снизить зарплату. Разбираемся с каждым случаем. Отдельно сказал президент конфедерации труда России Борис Кравченко. Наталья Вячеславовна, что такое у нас происходит? Президент же обещал оплачиваемые нерабочие дни. Не слушает главу государства у нас? Слушайте, ну президент обещал, президент пускай и платит. Президент же говорит бизнесу, заплатите, но не работайте. Люди и так потеряли во время пандемии много денег. Нет бы президент сказал, что мы пускаем людей с QR-кодами, как в некоторых регионах, кстати, было введено. И тем самым стимулируем рост вакцинированной. Нет, президент потакает совершенно этим антиваксерским и таким патерналистским настроением. Добрый президент у нас опять объявил выходной, не лакдаун, выходной, семидневный. Да, молодец, какой за счет бизнеса. Ну, бизнес выворачивается как может. Опять же, да, есть у нас закон о чрезвычайных ситуациях. Объявите чрезвычайную ситуацию и скажите, мы тогда выплачиваем издержки бизнесу. Так он же этого не делает. Он пытается за счет других быть добреньким. Вот, ну принуждают, ну что делать? Ну тогда, ну увольняйтесь, вакцинируйтесь. Ну, ну как бы, ну такая жизнь. Бизнесмены тоже, они же, они всех нас кормят, да. Они там, они, вот тот же самый там шиномонтаж или заправка, или там магазинчик с углом, да. Они же все нам нужны, вот, естественно. Мне кажется, что в целом решение у нерабочего дня достаточно глупое. Достаточно было бы ввести QR-коды для хождения по ресторанам. Ну, введите QR-коды, оно коснется, на самом деле, вот для хождения по ресторанам, это коснется не очень большой части населения. Мы понимаем, что у нас не все могут себе позволить ходить вообще по ресторанам, да. Но поскольку вот эта небольшая часть населения будет очень громко рыдать по этому поводу, другая часть населения, может быть, вакцинируется. Ну, хотя бы так. А сейчас решение ни нашим, ни вашим, нему, ни сердцу. О чем вообще? Это локдаун, не локдаун вообще. Где заявление о национальной трагедии, который у нас, в уборе населения, такой не было с 45-го года, с войны. Мы теряем чудовищное количество людей. Где президент? Почему он молчит? Почему президент при всем честном народе не вакцинируется спутником Light, если он сказал, что он уже вакцинировался спутником до этого? Ну, сядь под камеру, с ним закатай рукав и вакцинируйся. Все больше пользы будет, чем от этих локдаунов. Что по 24-му году, Наталья Вячеславовна, не могу не спросить. Поменяется что-нибудь? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы поменялось. Я сейчас, значит, занимаюсь изучением опыта децентрализации, там, как изменить закон о местном самоуправлении. Но вы же в курсе, что у нас сейчас происходит еще одна трагедия. Вот 9 ноября будет слушаться в Госдуме закон о государственной публичной власти в Российской Федерации. Этот закон фактически отменяет местное самоуправление у нас. У нас гайки закручиваются, у нас восстанавливается административно-командная система времен, так сказать, 83-го года. Или, может быть, 84-го. Люди просто не умеют по-другому управлять. Они не понимают, что такое многоуровневое управление. Поэтому, ну, собственно говоря, мы, если еще цены на нефть понизятся, они, скорее всего, понизятся, то нас ждет снова хаос какой-то. Вот задача сейчас, я не знаю, что прогнозировать. Мы должны готовиться к разным сценариям. Мы можем прогнозировать сценарий, Путин надолго, он с нами будет жить, потому что сейчас продолжительность жизни так или иначе увеличивается, он за собой следит. В общем, он по общим мировым меркам, он достаточно еще молодой политик в расцвете лет. Да, давайте не будем там сейчас питать иллюзий по поводу. Даже если он там чем-то заболеет, в общем, возможности современной медицины, они, ну, не безграничны, но они так или иначе могут физически человека как-то поддержать. И надеяться на изменения системы вот таким образом, в общем, ну, не стоит. Даже если она поменяется, не гарантия, что если физическое исчезновение вот этого человека, оно как-то повлияет на изменения. Конечно, оно очень серьезно потрясет все, да, конечно, там ждет определенного рода. О, теперь, ну, так или иначе, да. Но это один сценарий, да. Но второй сценарий, что все поменяется очень быстро. Что, ну, вот если будут изменения, они будут очень быстрыми. Вот, просто лавинообразными. Там, в результате, я не знаю, опять же, его физического ухода, в результате там внутреннего переворота, в результате того, что какая-то часть, значит, нашего, нашего истеблишмента, наконец, обретет мозг, что не исключено. Вот, ну, или в результате каких-то массовых волнений, ну, потому что люди осознают, что на самом деле, да, происходит. Реальный уровень жизни падает. Ну, ну, падает он и в крупных городах падает, да. Там люди потеряли по сравнению, там, с 2013 годом по половине дохода. Это, в общем, видно, в общем, достаточно хорошо. Вот. В любом случае, наша задача не сколько заниматься прогнозированием, да, там, и гаданием на кофейной гуще, а заниматься видением будущего и написанием того, что мы хотим, да. Не гаданием, да, а планированием. Вот это задача оппозиции. Вот не сидеть вот так вот, да, там, и вот когда там он рухнет, а заниматься планированием, какой мы хотим видеть Россию после Путина. Чтобы быть готовым к любым сценариям. Да, да, если сценарий будет очень быстрый, то, соответственно, нужно уже иметь готовые решения и сразу же их реализовывать. Сталия Вячеславовна, еще вот хотел такой вопрос задать вам. Бытует мнение, что для Кремля самое страшное, ну, это известно, наверное, и объяснимо, самое страшное – это люди на улице. И что, неважно, как может говорить там любой политик-оппозиционер там в Ютьюбе или где еще, ну, в пределах каких-то границ, самое главное, чтобы он не призывал. Как только человек начинает призывать выходить куда-то, это все, это черная метка, его сразу закатывают. Так ли это на самом деле? Ну, сейчас будут закатывать не только за призыв. Призыв – это уже крайняя, да, там, сейчас уже никто, по-моему, не призывает. Даже, по-моему, Навальный особо не призывает. По нему уже прошлись и по его ребятам. Ну, вот, ну, смотрите, у нас сейчас после 2020 года сложилась некая другая ситуация. Мы в такой ситуации внутренней гармонии, мы опять обрели ее, только уже на другом уровне. Если раньше все-таки у Путина была какая-то поддержка, и все понимали, ну да, все-таки большинство за него. Сейчас очевидный социальный консенсус, что большинство не за него. Даже большинство за него не с горя, как раньше было. Раньше почему? Ну, потому что кто-то придет. Сейчас уже ситуация, что пусть хоть кто-то придет. Хоть кто-то. И мы это видели на выборах 2019 года, когда единороссов обрыгаривали вообще ноу-нэйму. И вот власть это понимает. Они сейчас будут удерживаться любым способом, любым. Любые репрессии хороши. И они, естественно, не боятся. Они уже боятся, смотрите, они уже боятся не только выхода на улицу, они боятся, что единоросс проголосовал против бюджета, сидя в Госдуме абсолютно лояльный. Уж какая улица? Естественно, улицу они боятся. Конечно. Вдруг, не дай бог, там кто-то что-то скажет. Но дело в том, что то, что я сейчас наблюдаю, очень тревожная тенденция. Все больше людей говорят о том, что это добро мне кончится. И с этой властью договариваться нельзя. Если раньше была иллюзия, что давайте мы сыграем по правилам, где-то мы наступим на горло своей песне, где-то мы помолчим лучше, где-то мы чего-то не заметим, но зато мы сделаем дело. Сейчас другая ситуация. Сейчас люди все затаились и точат кинжалы у себя по регионам, в центре, за границей. И все понимают, что добром это не закончится. Мы должны быть готовы к тому, что это не закончится добром. К сожалению, режим все... Чем дальше, тем больше идет к тому, чтобы закончиться кровью. Режим, когда он не заканчивается кровью, когда он нормальный, нормальный у него переход, тогда, когда у него есть политические партии, когда у него есть посредники, когда это вот не... Вот эта пропасть между оппозицией и властью, или власть, которая сосредотачивается на острове и окружает себя штыками, а вокруг вот все стоят и все, и не могут туда попасть. Да, и она совершенно просто непроницаема. Вот. А когда у вас есть какие-то переходы, когда у вас есть какая-то оппозиция, когда у вас есть общественные организации, там лояльные и нелояльные, это, конечно, очень сильно сглаживает переход. Но сейчас власть, она не оставляет пространства для этой полулояльности, понимаете? То есть всех и Кириенко, и всех псевдолибералов, так называемых, в правительстве и в администрации президента, их просто обнулили, получается? Ну, они же сейчас даже не проявляются. Если раньше они проявлялись время от времени, где-то на форумах говорили, знаете, нужно иметь экономику как-то, нужно дружить с Западом, нужно улучшать инвестиционный климат, нужно все-таки допустить какие-то партии. Если помните, в 2003 году, то, когда СПС и Яблоко проиграли выборы, лидер Единой России сказал, ну как так? Плохо, когда страна летит с одним крылом, все-таки нужно нам либеральное крыло. Сейчас, не дай бог, кто бы что-то сказал. Если мы помним, что еще в 2011 году там и Кудрин, и Прохоров, и Собчак были на Болотной площади и выступали в качестве этих посредников. Сейчас представьте себе Кудрина, который вышел на площадь где-нибудь поддержать депутатов. Да вы что? Да тут же окажется в одной камере с Улюкаевым. Дай бог, что в одной камере еще, то еще куда подальше отправят. И, естественно, они все молчат. Максимум, что может позволить себе элита, и они сейчас отрабатывают эту тему, это разговоры о климатическом кризисе и в энергетическом переходе. Вот они сейчас этим очень заняты. Это, кстати, показывает вменяемость вот этого либерального крыла. Они все-таки понимают, что разговоры и разговоры о глобальном потеплении, и разговоры об энергетическом переходе это уже не просто разговоры, а это, в общем, угроза энергетической и экономической безопасности России, экономической независимости. На самом деле, знаете, что у нас спровоцирует перестройку? Электромобиль. Вот электромобиль, потому что сейчас у нас... Облеводороды никому не нужны. Мы не нужны, никому не окажемся со своими, значит, этой нефтью, газом и так далее. Уже там в перспективе 10 лет. Власти это, кстати, понимают. Они сейчас начинают разговаривать на эту тему. А то, что у нас оттайния вечной мерзлоты портятся газопроводы и нефтепроводы, нефть разливается, газ поджигается сам по себе. Где-то там происходит просто экологическая катастрофа. Сейчас это будет все более заметно. Это вот кажется, что это повестка каких-то смешных леваков на Западе? На самом деле нет. Эта повестка напрямую касается нас. Власть сейчас это начала понимать, но там как раз вот эта Кащеева игла, она вот в этом, в трахтелке вот этой на четырех колесах, маленькой, смешной. Вот она там. Наталья Вячеславовна, как вы думаете, Путин устали заносить новую в газету? Я думаю, что он знал о существовании новой газеты. Я думаю, что ему готовят специальный дайджест. Я думаю, что специальный... Один выпуск, да? Да, вырезают ему какие-то свои, значит... Ну, там же можно, знаете, нарезать там два... Не знаю, 90% военно-промышленного вестника и 10% новой газеты, которые... Ну, и там объявление, допустим, про спорт там она написала. Вот эти новые газеты. Я сомневаюсь, что он читает эти расследования, хотя бы потому, что, как мне кажется, что если бы он владел действительно информационной повесткой, и он действительно как-то активно в ней действовал, он как-то, может быть, по-другому реагировал, в том числе на скандалы, вот эти недавние скандалы с видеопыток из колонии и так далее. Я не знаю вообще, знает он об этом или нет. Вот самое страшное в нашем президенте в том, что он вообще оторван от страны, понимаете? Он вообще-вообще вне повестки. Он живет в своем мире. Он живет в 83-м году. Он не понимает, что происходит. Слушайте, но его же могут на международной пресс-конференции спросить журналисты Соединенных Штатов, там ли Европа, которая не проходит процедуру аккредитации? Ну, смотрите, пресс-конференция мне очень хорошо готовит. У него есть мощная команда референтов. И каждый его ответ проходит очень жесткую модерацию. Он готов ко всем трудным ответам, если вы заметили. Он умеет от них уходить. Ему очень тщательно выверяют все формулировки. И я думаю, что ему в очередной раз напишут правильный ответ на этот вопрос. Господь, что вы думаете по поводу пыток? Он скажет, ну, вы знаете, да, это такая проблема. А с другой стороны, помните Гуантанамо? Вот там тоже пытали, да? Да, эти люди, которые нас упрекают, они же тоже, извините. А что там происходило у нас на плантациях в 19 веке? Секли рабов? Секли. Ну, и аж точек. И у нас 17 переобвиняют в это. А вы знаете, что там не все люди такие уж ангелы там? Я, конечно, не видела этих пыток, там это только извращенцы смотрят. Я вам просто, вот я вам говорю, он ровно так и будем говорить. Вы думаете, он накажет кого-то? Нет, он будет разбираться, он скажет, какой кошмар, я вдруг прозрел в России в 21 веке, пытают людей, каким бы они там ни были. Нарушают закон, я как юрист сейчас разберусь. Да ну, да ну что? Нет, конечно. Говорит ли это о том, что Путин боится силового блока? Я думаю, что он опасается в том числе силового блока, я думаю, что, но почему-то он больше боится все-таки блока либерального. И все-таки у него вот это представление осажденной крепости, оно присутствует. К сожалению, мы вынуждены признать, что президент действительно видит мир в черно-белом цвете. У него вот есть вот это когнитивное искажение, связанное с его профессией, вот эта самая профессиональная деформация, как чекиста, когда он видит мир в черно-белом. Так или иначе, он может, да, он понимает, что опираться на штыки опасно, и штыки могут повернуться против тебя. Все-таки он из Питера, он знает, чем заканчивается, да, там судьба некоторых его предшественников, так сказать, на троне, вот, которые заигрались в солдатики. Но так или иначе, он видит все-таки по старинке большую опасность в таком либеральном западном крыле, и он совершенно не понимает, что есть благо для страны, а что нет. Продолжение следует...